За этими скалами. В предыдущей серии. А если что-нибудь случится? Ничего не случится. Всё может случиться. На этом ужасном острове может произойти всё. Я просила вас забыть о фантоме. Сайрус! Капитан Сайрус Хардинг утонул. Разве Бог использовал металл при сотворении мира? Хардинг не нашёл свой фантом, но я знаю, что он существует. Алан Скарф Си Дэвид Джонсон Колит Стивенсон Стивен Ловат Гордон Майкл Вулвит Энди Маршал И Джон Батч В роли капитана Немо Таинственный остров Встреча умов Ответь мне Смотри И слушай Режиссёр Крис Бэйли Джек, берегись Он мёртв Ты забыл? Катлер Умению делать яд я научился у дикарей Он смертелен, противоядия нет Тебя сначала парализует А потом начнётся жуткая боль Галлюцинации А потом Смерть Но пока ты не умер Думай о том, как будут страдать другие Ты не ответил на мой вопрос На какой Вопрос Кто убил Катлера Ты не ответил Всё ясно Тогда зачем это всё? А может Убийство Джека тоже на твоей совести? Допустим, не ты убил Джека, но ты убил Катлера И его команду, не так ли? Я прав Это ты их убил? Ты убийца Ты меня слышишь? Да, конечно Мне интересны твои рассуждения Тогда покажи смерть Катлера Или ты по ошибке его убил? Он же сдался Ты это знал? Катлера 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 КОНЕЦ Кто здесь? Что? Ты девушка? Осторожней! Не надо! Прости меня. Я не хотел тебя обидеть. Похоже, ты понятия не имеешь, как нужно обращаться с ружьем. Ты можешь случайно убить меня. Пожалуйста, отдай его мне. Прошу тебя. Отдай. Хорошо, хорошо. Ты случайно не говоришь по-английски? А по-французски? Нет. А, по-итальянски? Ладно. Мы можем и без слов понимать друг друга. Прошу тебе, отдай ружье. Хорошо, хорошо. Поверь, я не причиню вреда. Полегче. Полегче. Вот так. Отдай. 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 Стой! 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 Вот и чудесно. Я буду очень признателен, если ты будешь там сидеть. Не двигайся. Да? Вот и отлично. Сайрус Хардинг. Офицер запаса в ранге капитана армии штатов. Поскольку ты все время за нами шпионил, меня твои знания не удивляют. Ты появился на свет в богатой бостонской семье в 1820 году. Ты старший из четырех детей. Твой отец, полковник Уильям Хардинг, был участником войны 12-го года. Ты владелец огромного ранчо в Вирджинии, а твой отец продолжает увеличивать состояние семьи. Ваше богатство было создано благодаря рабам. Ты многое обо мне знаешь. И мне понятно, что ты отнюдь не образец высокой морали, капитан. Ваша семья создала богатство на крови негров. Тех, кто погиб в войне, и тех, кто трудится под палящим солнцем, обеспечивая твоей семье комфортное существование. Я не делаю секреты из того, кто мой отец. Но я живу иначе, чем он. Иначе? Иначе, капитан? Ты капитан армии штатов, не так ли? Ты убивал южан для того, чтобы отобрать у них рабов? Не так ли? Я освободил своих рабов. Своих рабов! Ты все еще говоришь как рабовладелец. Рабов моего отца. Я всех их освободил. Всех. Кроме одного. Одного? Кого? Того, кто умер, оставаясь рабом. На этом острове. Непп? Он был свободным. Неужели капитан? Непп был освобожден своим добрым хозяином. Но что ему это принесло? Что? Богатство, положение, любовь женщины? Или ему оставалось только одно? Сопровождать тебя на край земли. Преданно. Слепо. И за это он заплатил своей жизнью. У нас здесь есть все для жизни. Капитан. Я бы хотел иметь семью. Жену. А здесь это вряд ли получится. Хватит. Если бы мы могли покинуть остров. Прекрати. Он оказался здесь по собственной воле. Я думаю, все будет хорошо. Мы оказались на острове. Он был моим другом. И без взаимной поддержки мы погибнем. Ты молодец. Сэр. У тебя есть выбор. Уничтожить нас. Или спасти. Спасти. Да. Вернее, спасти тебя. Это возможно. Но зачем мне это делать? Тебе же нравится здесь. Почему ты не убиваешь меня? А ты не надеешься на мое милосердие? Не надеюсь. Но если у тебя есть совесть, возьми мою жизнь. В обмен на жизни всех остальных. И ты полагаешь, они смогут выжить на острове без тебя, своего лидера, генератора идей? Будь честен с собой, капитан. Не ты ли их сюда притащил? Что скажешь, Эйртон? Не пора ли нашему капитану почить с миром? Это не мне дешать, сэр. У него есть слабости? Есть или нет? Трудно сказать. Капитан Хардинг – человек чести? Да, разумеется. Но разве это ответ на мой вопрос? Нет, сэр. Тогда ответь на него. Я не знаю ответ. Я не заметил у него слабостей. Я мог бы тебе указать на некоторые странности в его поведении. Сэр, я... Его слишком волнует жизнь остальных. Да. Слишком. Я уверен, что у него страстная натура, но он умеет себя сдерживать. Что ты скажешь? Сэр, я... Я нашел ключ. Я подобрал ключ к душе капитана Сайруса Хардинга. Остальные скоро вернутся. Они удивятся, увидев, что я забаррикадировал вход. Не оставляй! Не оставляй меня! Какое чудо! Она говорит. Я не врач, но у меня есть некоторый опыт. Дай-ка взглянуть на тебя. Все в порядке. Все хорошо. Ни синяков, ни царапин. Ты глупый мужчина. И ты отвратительно выглядишь. Не подходи. Это непростительно. Ты на меня напала в ответ на мою доброту. Молчи! Назад! Сайрус! Как я рад тебя видеть! Отдай. Ты проявил себя отнюдь не геройски, мой друг. Может, нам стоит еще подождать? Сайрус! Зачем это? Что это значит? Ты мерзавец. Я всего лишь старался её успокоить. Помнишь свою жену, капитан? Как ты смеешь? А Дженнифер и Мэри? Моих дочерей? А что? Ты не хочешь, чтобы с ними так обошлись? Как? На что ты намекаешь? Намекаю. Ни на что, капитан. Странно, что тебя считают человеком чести. Ты женат, но любишь Джоанну. Мы с Джоанной друзья. Мы с ней отлично ладим, но не более. Ты питаешь к ней страсть. И тебя не остановит то, что ты женат, а она недавно овдовела. Твои обвинения беспочвены. А обвинения твоей жены? Не понимаю. Не понимаю. Ты что, собираешься ей показать всё это? Ты что, меня шантажируешь? Почему? С какой целью? Впрочем, если ты способен на убийство, то и на подобную низость тоже. Меня волнует лишь правда. Конечно, Элизабет должна узнать правду. Сейчас твоя жена и дочери считают тебя достойным мужем. И отцом. Что тебе от меня нужно? Я хочу, чтобы ты заплатил за свои грехи. Ты человек страстей, и они сильнее тебя. Я уже предложил свою жизнь. Ты отдашь свою жизнь, когда я решу. Когда ты пройдёшь сквозь страдания. Когда ты поймёшь, что такое душевные муки. И поверь, капитан, твои мучения ещё только начались. Я вижу, ты знаешь, что такое страдания. Зачем бы иначе ты мне этим угрожал? Каждый человек нуждается в любви и нежности. И старается получить их, когда может. Разве я не прав? Ответь. Я не знаю, за какие грехи ты оказался здесь, но ты знаешь, что такое любовь. Ты это знаешь. Это тебя не касается. Мне тебе жаль. Жаль. Не убивайте его. Умоляю. Нет. Прошу вас, сэр. Ты просишь за человека, которого едва знаешь? Он благородный человек. Я мизинца его не стою. Ты готов отдать за него свою жизнь? Да. Прекрасно. Ты готов пойти на огромную жертву, отдать свою жизнь за другого? Этот поступок искупает все твои прежние прегрешения перед человечеством. Ты исправился. Я благодарен вам. Не говори так. Нет, Эйртон. Это я в долгу перед тобой. Ты обменял свою жизнь на жизнь Хардинга. Мне еще предстоит большая работа. Хардинг и его компаньоны предоставили мне огромный пласт для исследований. Мне нужно многое выяснить. Я должен распознать, что ими движет, раскрыть душу каждого. Мне нужна твоя помощь. Прошу вас. Не надо. Надо еще как надо. Надо, пока я не скажу «хватит». Он им расскажет о вас. Что расскажет? Что провел пятнадцать часов под водой? Разговаривая неизвестно с кем? Что видел тех, кого уже нет в живых? Слышал их голоса. Его товарищи и так думают, что он спятил, когда он говорит о фантоме. Думаешь, он захочет потерять их доверие? Вряд ли. Он и сам уже сомневается, что вполне нормален. Он не вернулся. Значит, он мертв. Гражданинский ключ Гражданинский ключ Сайрус! 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 На русский язык фильм озвучен компанией Вайко «Санкт-Петербург». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова